Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Видном открыли летний библиотечный сезон. Поздравляю вас с окончанием учебного года, чтобы летом вы хорошо отдохнули. В 2023 году отмечается столетие образования службы участковых уполномоченных полиции. Человек приходит с проблемой, бедой или вопросом. Если это получается разрешить, он уходит довольный. В жилом комплексе «Первый квартал» устроили детский праздник. В этом году нами поставлена задача, и мы придумали о том, что мы будем ребят, детей и взрослых знакомить с профессиями. В Видном открыли летний библиотечный сезон. Вот уже в 20-й раз в начале школьных каникул в Центральном парке проходит праздник с книгой в лето. Традиционно он посвящен дню рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. О том, как прошел пушкинский день, расскажет Юлия Погасьян. В Центральном парке отдыха города Видное снова шумно и весело. Стоит отметить, что в этом году для детей здесь настоящий кладезь развлечений. На этот раз ребята собрались, чтобы открыть летний библиотечный сезон. Около сотни учеников младших классов, которые сейчас проводят время в пришкольных лагерях. Поздравляю вас с окончанием учебного года, чтобы летом вы хорошо отдохнули, набрались сил и с новыми идеями, со скрепким здоровьем пришли в новый учебный год. Празднику с книгой в лето уже 20 лет. За эти годы вместе с библиотекой выросло целое поколение. Традиционное мероприятие посвящено дню рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы уверены, именно в игровой форме можно привить детям любовь к литературе. Конечно, мы их заманиваем не только книгой, но через наши игры, через наши какие-то, может быть, не очень библиотечные мероприятия, мы все равно детей стараемся подвести к книге. И уходят они от нас с книжками, уходят читателями библиотеки. И таких читателей среди гостей праздника было немало. Причем ребята предпочитают литературные произведения не только из школьной программы. Вот сейчас я в лагере, я смотрю на детскую библиотеку и беру книги «Место спать», я читаю их. Начался праздник с концерта. Местные творческие коллективы подготовили для школьников песены и танцевальные номера. Выступали аниматоры и веселый клоун. Концерт прикольный, настроение хорошее, вообще очень весело. К кульминацией мероприятия стал квест, который был посвящен году педагога и наставника. Ребят разделили на семь команд. Каждая должна была пройти через ряд импровизированных кабинетов и ответить на вопросы школьной программы. Русский язык, литература, математика, физкультура, пение – это только часть испытаний. Квест, конечно, был хороший, да, помогает развивать ум. Лето проходит замечательно, несколько книг уже прочитал. Например, какие? Рассказы Чехова, Робинзон, Круза. Начало положено, хорошим настроением дети зарядились, но библиотека ждет ребят все лето. Подготовили для школьников много полезных и интересных мероприятий. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ. Сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу совместно с председателем Совета ветеранов Алексеем Чучевым провели урок мужества для учащихся Видновского художественно-технического лицея. На занятии школьники познакомились с историей возникновения и формирования органов внутренних дел, а также с особенностями профессии полицейского. В начале встречи Алексей Чучев поделился с ребятами своей истории службы в органах внутренних дел. Рассказал, как от постового милиционера прошел путь до подполковника и о поступке, за который его наградили орденом за личное мужество. Также лицеисты узнали о прапорщике милиции Эдуарде Кадырове, посмертно удостойном звании Героя Российской Федерации и других сотрудниках ОМВД по Ленинскому округу, самоотверженно выполнявших свой долг и погибших при выполнении служебных обязанностей. Если какая-то была информация о том, что там закладываются или террористы находятся, или боевики, то они, как правило, группа 5-7 человек на броневиках, на автомашинах принимали участие и ликвидировали эти группы. Ну а тем, кто в будущем пожелает выбрать полицейскую профессию, сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД рассказали о правилах поступления в высшие учебные заведения МВД России. Мы хотели вам предложить наш институт, университет Московский институт МВД России имени Кикотя. Эти буклетики я вам отдам. Можете на следующий год с ребятами поделиться, можете у вас есть группа, выложить, что закончат 11 класс, мы можем предложить службу в патрульно-постовой службу полиции. Либо полицейским водителям, если на тот момент уже будут у вас права. Также ребятам рассказали о специфике работы в разных отделах полиции, в числе которых кинологическое подразделение. Инспектор-кинолог со своей служебной собакой по кличке Найджел продемонстрировал отработку команд и навыки поиска опасных предметов. В 2023 году отмечается столетие образования службы участковых уполномоченных полиции. В системе МВД служба участковых уполномоченных полиции является одним из приоритетных направлений работы. С одним из сотрудников Ленинского управления внутренних дел познакомился Максим Козлов. Федор Иванович, миленький, защитите, как вы самое большое милицейское начальство. Уж я такая бедная, такая бедная. В далеком 68-м году на экраны Советского Союза вышел первый фильм про участкового Анискина. Образ, воплощенный гениальным актером Михаилом Жаровым, мгновенно стал, как бы сейчас сказали, культовым. А участковый предстал перед зрителями, как человек, который и с преступником строг, и с начальством ладит, и с любым найдет общий язык. Понимаешь, у меня такой вопрос. Вопрос, так сказать, об Вере Ивановне Косой. Ты понимаешь, она обратно опять разводится с мужем. Вот, читай. У участкового, уполномоченного Александра Брагоря, безусловно, есть часы работы от и до. Но местные жители знают, он на связи всегда. Тем более, что круг обязанностей участкового весьма широк. Большая часть участкового работы – это профилактика. Это подучетный контингент, появление административных пронарушений, раскрытие уже совершенных преступлений, либо готовящихся. То есть участковый на территории должен обладать информацией, что происходит у него на участке. В ЖК «Зеленая аллея», где находится пункт полиции, проживает порядка 20 тысяч человек. А потому большую часть времени участкового занимают встречи с жителями. Кто не знает Александр, все знают нашего участкового, со всеми взаимодействуют. Наверное, у каждого есть его мобильный телефон, знают, часто общаются, обращаются по любым вопросам. Будь то какие-то бытовые вопросы, даже скандалов, нарушения тишины, покоя граждан, кончая даже порча общего имущества, краж и так далее. Открытие участкового пункта полиции на территории ЖК «Зеленой аллеи» произошло чуть больше года назад. Теперь людям не надо ехать в отдел полиции на улицу Школьную, а участковому стало проще контролировать ситуацию в ЖК. Сейчас прям шикарно. По любому вопросу, вот, или если вдруг что-то на этажах, там, я вот к нему подхожу, Александр Владимирович, так и так. Он подходит со мной, объясняет, что это ничего страшного, если что, говорит. Он даже знает всех, кто на лицо и говорит, что в капюшоне был мальчик? Я говорю, да. Он их всех знает и уже потом принимает меру. Все. Молодец. Насчет этого молодец. Большим подспорьем для участкового являются новые технологии, внедряемые в работу. От возможности оперативно связаться с жителями в домовых чатах до системы «Безопасный регион». На днях было, может быть, похищение или находка собаки, да. То есть мы по камере обнаружили то, что в час 30 люди там подошли, взяли эту собаку и направились на улицу Школьную. То есть мы проследили до какого момента, до какого дома они дошли с этой собакой. В соседнем кабинете тоже кипит работа. Коллега Александра Боргаря Владимир Скарников опрашивает гражданина, подозреваемого в торговле регистрации по месту жительства. На комнату квартиры зарегистрировали, например, там Иванов Иван Иванович, еще кто-то и еще иностранцы, к примеру, четверо, да. Понятно, что жилоплощадь не позволяет, мы им проверим. Ну, разбираемся. Сейчас опрашиваем его, где эти люди знают, он их не знает и так далее. Понял. Несмотря на то, что труд участкового уполномоченного прекрасно виден местным жителям, частыми гостями на его рабочем месте являются представители общественного совета при УМВД по Ленинскому городскому округу. Ну, мы ежедневно контролируем работу и видим, что работа выполняется емко, объемно, в соответствии со всеми требованиями и в рамках закона. Сам Александр считает, что главное в его работе не столько профилактика правонарушений или присмотр за проблемными соседями, хотя это тоже важно, а реальная помощь людям. Человеку приходят с каким-то проблемой, бедой или вопросом, да, если это получается разрешить, он уходит довольный. Ну, какое-то там спасибо даже не говорит, просто вопрос решаемый, да, и человек уверен в дальнейшем, что он может прийти, обратиться, и любая там проблема, кража там, либо какие-то там дискомфорты в его жизни, он будет разрешен там в ближайшее время. И старший участковый уполномоченный полиции Александр Брагарь ежедневно делает все, чтобы оправдать ожидания людей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. С наступлением лета для детей начинают проводить все больше развлекательных мероприятий на свежем воздухе. Одной из них в жилом комплексе «Первый квартал» посетили неожиданные гости. А теперь пора на меня! В жилом комплексе «Первый квартал» провели детский праздник. Организаторами мероприятий выступил соседский центр и местная управляющая компания. Подобные развлекательные программы здесь проводятся регулярно, а делают их тематическими. В этом году нами поставлена задача, и мы придумали о том, что мы будем ребят, детей и взрослых знакомить с профессиями. И на День защиты детей мы пригласили настоящих спасателей. Следующий мы хотим пригласить сотрудников Министерства здравоохранения, полицию. И чтобы ребята видели, учились на их примере, что такое настоящая профессия. На этот раз, кроме аниматоров, были приглашены сотрудники МЧС, чтобы познакомить ребят с профессией спасателя, правилами пожарной безопасности и рассказать о противопожарной технике. Детям продемонстрировали работу огнетушителя и разрешили посидеть за рулем пожарной машины. В игровой форме дети больше понимают и осознают всю важность нашей работы, важность соблюдения требований пожарной безопасности и как не допустить пожара. Также у нас 1 июня, в соответствии с поручением губернатора Московской области, во всех образовательных учреждениях были проведены тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара. На протяжении всего мероприятия мальчики и девочки участвовали в подвижных играх и конкурсах вместе со знакомыми героями мультфильмов. Сегодня у нас приехал тоже для детей, у нас программа для детей и взрослых. Приехал маршал из всеми любимого мультика «Щенячий патруль» для детей, проводил интерактивную программу по мотивам как раз мультфильма и все проведение сопровождения праздника. Дети и их родители остались довольны развлекательной программой и встречей с пожарными. Прекрасный здесь праздник каждый раз. Сегодня был самый классный. Наконец-то мы увидели вживую, так скажем, слава богу, без всяких происшествий пожарную машину. Тебе понравилось? Да. Понравилось то, что представители пожарной службы очень общительны с детьми. В будущем маленькие жители первого квартала продолжат знакомство с важными профессиями. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.